Делаем глубокий вдох, не дышать. Рентген органов грудной клетки – одно из плановых профилактических обследований. Так, результаты флюорографии могут выявить на ранней стадии серьезные заболевания. Начинается эта важная и несложная для пациентов процедура с кабинета оператора по вводу данных. Комплектуем направление для сдачи лабораторных анализов и собираем карту уже непосредственно к приему, к записи врача, который уже, соответственно, смотрит результаты и дает рекомендации. Врачи выделяют три вида диспансеризации. Профилактический медицинский осмотр, обычное обследование взрослого населения – это когда перечень анализов назначает врач, исходя из конкретных жалоб пациента. И углубленное обследование. Оно нацелено на людей, которые переболели коронавирусом. Ежедневно в седьмой поликлинике эти процедуры проходят около 40 человек. Для диспансеризации у нас открыты отдельные ячейки, когда пациент может быстро пройти определенный набор, скажем так, лабораторных исследований. Это без очереди идет и маммография, и флюорография. На начальных стадиях все заболевания мы находим именно при прохождении диспансеризации. Диспансеризация помогает выявить на ранних стадиях онкологические заболевания и сердечно-сосудистые. Если на ЭКГ видны отклонения от нормы, то непременно направят к кардиологу. Также о состоянии здоровья пациента может сказать и уровень холестерина в крови. Анализ крови, флюорография, ЭКГ. Полностью диспансеризацию гражданин может пройти всего за два часа. Помимо очевидных преимуществ о знании состояния своего здоровья, человек получает еще одно преимущество. Дополнительный отгул на работе. Такие профилактические осмотры проводятся бесплатно по полюсу ОМС в поликлиниках по месту жительства. Пройти диспансеризацию могут граждане от 18 до 99 лет. Андрей Панченко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.